Ангел И даст ему Господь Бог престол Давида, Отца Его. И воцарится в дому Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Евангелие от Луки В апрельские пасхальные дни 1944 года гестаповцы взяли жену и дочь Матисса. Они были участницами сопротивления. Он пытался использовать свое имя, связи, посылал сыну деньги в Париж на подкуп немецких чиновников, бросался к каждому, кто мог добыть хоть какие-нибудь сведения. Через три месяца узнали, что жене дали полгода тюрьмы, а о Маргарите никаких известий не было. «Я не могу отважиться думать о том, что с ней», – писал Матис. «Он работал днем, ночами, все равно не мог спать, слег. Только в сентябре из Женевы, из штаб-квартиры Красного Креста, сообщили, что Маргариту переводят в женский лагерь Равенсбрюк. От ударов у нее лопнула барабанная перепонка. Им нужны были имена. Они привязывали ее к столу и пороли цепями. Держали в ледяной воде до тех пор, пока она не теряла сознание. Подвешивали к потолку, бросали в одиночку, не давали пить. Испугавшись, что в конце концов ее сломают, она попыталась вскрыть себе вены осколком стекла. Но ее спасли. К счастью, вскоре в тюрьме начались волнения. И вот тогда-то ее и решили перевезти в Германию. Поезд попал под авианалет. В суматоке ей удалось добежать до леса. В лесу ее подобрали местные подпольщики. «Мне всегда хотелось научиться владеть своим телом», – написала она отцу. И страдания дали мне такую возможность. «Я так подавлен тем, что услышал от дочери, что не мог написать ни слова. Почти две недели мы были с ней вдвоем, с глазу на глаз. И я пережил ее жизнь в тюрьме. Все, что она выстрадала. Все окружавшие ее ужасы. Какая это была бы книга для Достоевского». Анри Матисс. Из переписки с друзьями. В январе 41-го ему удалили раковую опухоль и чудом спасли жизнь. Понадобился постоянный уход. И вот по объявлению художник Анри Матисс ищет юную, хорошенькую сиделку. К нему приходит мадемуазель Моник Буржуа. Ей 21. Ее семья бедствует. Она не говорит, что отучилась на курсе медсестер всего год, но не скрывает, что занималась живописью. «И как тебе мои картины?» «Красивый цвет, мсье, но рисунок». «Очень хороший ответ. По крайней мере, ты не сказала, дорогой мэтр, они изящны, в то время, как они тебе совсем не нравятся». Она ухаживала за ним, помогая стать на ноги. Он учил ее рисовать. А когда смог вернуться к работе, попросил ему попозировать. Увидев свой портрет, модель пришла в ужас. Но Анри сказал, если бы я хотел запечатлеть реальность, я бы позвал фотографа. Они подружились, как дедушка с внучкой. Когда бомбы, а Маник еще и туберкулез, заставили их перебраться из Ниццы в Ванс, Матисс и там нашел ей работу. Она помогала ему готовить бумагу для декупажа. Пока не стала монахиней. «Ты что творишь? Я хотел сделать тебя художником. Дать тебе деньги на учебу. У тебя же талант!» Три месяца он не мог работать. Так потрясла новость. Но на принятие обетов он прислал ей цветы. «Я давно хотел написать тебе, но не знал, с чего начать. Я как бы удален сейчас из твоей жизни. Хотя я знаю, что не в этом дело. Потому что, как и ты, я всем своим существом стремлюсь к духовному пути. Различия между моими поисками и твоими поверхностны. Я продолжаю искать в тяжелом труде художника. На духовной глубине мы сходимся. Ты все еще рисуешь, как твое здоровье. Береги себя. Знай, что мысли мои с тобой. И самая большая моя надежда, что ты достигнешь своей мечты». Андрей Матисс. Работалось ему плохо. Хотелось чего-то монументального, что помогло бы пережить страдания дочери, человечества, свои. Казалось, их дружба даст какой-то плод. Но она в монахине. И еще пытается в письмах наставить его на путь истины. Он не знал, что именно сестра Жак найдет то, что он так ищет. И бушевал. В конце жизни я не нуждаюсь в религиозных наставлениях. Я и так славил Бога всю свою жизнь тем, что делился с другими красотой мира, который он создал. Помолись. Попроси Бога излить на мои последние годы духовный свет, чтобы я мог прикоснуться к нему, чтобы я мог закончить свою карьеру так, как мы все о том мечтаем, неся свет его славы тем, кто слеп. И я благодарю тебя. Необходимость отвечать заставила меня заглянуть внутрь себя и обнаружить вещи, которые я никогда не выражал словами. Из воспоминаний сестры Жака. В нашей обители не было часовни. Молились в старом гараже с дырявой крышей, вода стекала в тазики. В общем, это было что-то страшное. Сестры, конечно, мечтали о своей капелле. Но где ее было взять? Наша Ризнича была очень больна. И перед самой смертью она сказала мне, сестра Жака, не волнуйся, будет у вас своя часовня. Я попрошу о ней у Господа. Конечно, это было очень трогательно, но в общем, в ту ночь, когда она умирала, я была рядом с ней до самого конца. Я стояла рядом, молилась, а потом стала рисовать. И нарисовала успение, что-то похожее на витраж. Я показал этот набросок Матису. Он сказал, ты должна сделать из этого окно и вставить его в часовню. Ну, мсье, у нас же нет часовни, вы знаете. Это не важно. Мы спроектируем часовенку вокруг твоего витража. Я подумала, такого не бывает. Но именно так он и сказал. Я объясню тебе, как, и все получится. Я передала наш разговор старшей сестре, и преподобная мать рассмеялась. Бросит. Давно уже обо всем забыл. Но я-то знала Матису. Если уж ему в голову пришла какая-нибудь идея, он никогда ее не бросит. Произведения Средневековья непосредственнее передают чувства. В шартре я понял, что такое витраж. Витраж шартра одновременно и свет, и цвет. Впоследствии возникла потребность разнообразить композицию и рассказывать сюжеты. И мастера отошли от подлинного духа витража. Витраж должен воздействовать, как звук органа, которому не нужны слова. Анри Матис. В то время в санаторий Вансом приезжает на лечение молодой доминиканец, брат Луи Ресиге. Он вчерашний архитектор и хочет познакомиться с кем-нибудь из людей искусства. От настоятельницы он узнает, как ему повезло. Вилла-мечта на соседней улице принадлежит Матису. Но как же я попаду туда? О, да вы просто скажите, что вы архитектор. Пришли обсудить витраж сестры Жак и строительство часовни. Он пошел. И, вернувшись, через пару часов торжественно объявил «Сестра Жак, проект капеллы готов». Матис уже обдумывает окна. Матис – мастер света. Сперва он решил выбрать темой витражей «Небесный Иерусалим». Следующая композиция называлась «Пчелы». Мне они очень нравились. Они напоминали облачение доминиканских монахинь и о трудолюбии. В конце концов, он выбрал кактус, как символ сопротивления. Из воспоминаний сестры Жак. Через пять дней брат Луи сделал план, но Матис попросил еще и макет, за который взялась сама вдохновительница часовни. Ей показалось, что при таких огромных витражах будет видно все, что происходит на улице. «Конечно», – сказал Матис, «вы же должны молиться из-за тех, кто снаружи?» Самое время было порадовать священноначалье, но старшая сестра отказалась наотрез сообщать наверх об инициативе Матисса. Никакой часовни не будет. Тогда Анри поехал в Париж, нашел известного художника, ученика Мариса Дени, Пьера Кутюрье, который теперь стал священником и поборником обновления духовного искусства, и тот успокоил мать-настоятельницу. Заодно Матис занялся сбором средств. Он продавал картины, пытался зажечь спонсоров, заинтересовать издателя книгой о будущей часовне, надеясь пустить доходы и от ее продажи на свое детище. Журналисты были беспощадны. 800 миллионов – жертва для сестры Жак. Встреча художника и монахини породила часовню. Женщины в жизни Матисса. От всех этих заглавий у него было несколько приступов. И ей было не легче. Но газеты сделали свое дело. Весь мир теперь пристально следил за их капеллой. И церкви оставалось только ее благословить. Во время закладки меня позвали рабочие, стоявшие в углу. «Эй, сестра!» Знаете, как они говорят? «Тут тебя фотографы разыскивают». Я увидела камеры и застыла. «Скажите им, что меня нет!» И стала прятаться. Тут одна из сестер подтолкнула меня вперед. «Вот она, монсеньор!» Конечно, он призвал меня. Защелкали камеры. Монсеньор Ремон обернулся и увидел, как к нам бегут мои начальницы. «Смотрите!» раздалось в толпе. «Они ревнуют!» «Представляете, что со мной потом было?» из воспоминаний сестры Жак. В марте 48-го в Антибе Пикассо устроил огромную выставку своей керамики. Матисс дважды ездил к нему консультироваться. Ему очень хотелось, чтобы витражи его капеллы отражались в белых плитках с черной росписью. «Ты что, веришь в Бога?» спросил Пикассо. «Да. Когда я работаю, мне кажется, что кто-то ведет меня, помогая делать вещи значительно более величественные, чем если бы я делал их сам. Послушай, я бы еще мог это понять, если бы ты был настоящим верующим. А так, извини, мне кажется, у тебя нет морального права строить храм». Я ответил, что, во-первых, это для меня произведение искусства, а, во-вторых, что я не знаю, настоящий я верующий или нет, но знаю, что трудиться я должен в состоянии близком к молитве. Вместе с сестрой Жак они разложили на полу большие кафельные панно, на которых Матисс должен был рисовать длиннющей бамбуковой тростью светышей, привязанной на конце. Ему было уже 80 лет, какие нужно иметь крепкие руки. Он сделал столько набросков и эскизов одного только святого Доминика, что кто-то даже пошутил, что у Матисса больше доминиканцев, чем во всем ордене. Но только когда он смог нарисовать его закрытыми глазами, он почувствовал, что готов. Сначала он пытался писать черным прямо по белой эмали. Но очень быстро выяснилось, что при этом невозможно вносить правки. Тогда они стали обжигать белые плитки, потом расписывать их, потом обжигать их снова. Плитки стали трескаться одна за другой. Матисс был в отчаянии, и утешать его приехал Пикассо. Если бы ты знал мою жизнь с этой капеллой, я хотел бы, чтобы она уже была закончена. Разве в моем возрасте что-нибудь знаешь, наверное? Осложнение какого-нибудь гриппа может быть для меня роковым. Анри Матисс из письма другу. Эксперименты с кафелем так и не увенчались успехом, некоторые плитки так и остались треснутыми. Зато Пикассо понравилось несение креста и священной одежды, которую тоже спроектировал Матисс. И строители двинулись дальше. Я хотел бы, чтобы она была как цветок. Это по-настоящему увлекательная работа согласовать такой ансамбль. Витражи, черные на белом, надо жонглировать, удерживая в равновесии две силы. Стрела с колоколом тяжела для капеллы. Она должна быть как тонкий и легкий дымок, подымающийся вверх в спокойствии вечера. Ох-ох, поглядим. Доминиканская часовня – часовня Розария или четок, похожих на венок из роз, которые показала святому Доминику Девы Мария. По бусинкам читают молитвы Богородицы Девы Радуйся, Абы Мария и Отче Наш. При этом вспоминают радостные евангельские события, такие как Благовещение и скорбные, как Крестный Путь. Молитвы Розария помогли христианам одолеть турок в славной битве при Лепанте. В память об этом был установлен праздник. Так что у капеллы Матисса был и символический смысл – победы веры. Образ Богородицы он тоже искал очень долго. Сначала было много роз, роза – цветок Божьей Матери, много звезд. Но на плитке украшения казались лишними. Он соорудил специальный подиум для стула, залезал на стремянку, чтобы лучше видеть перспективу, нашел девочку с ангельским лицом. Но в итоге оставил одни только анимоны. Пилигримы возвращались с ними из Святой Земли. Простота помогает сосредоточиться на главном. «Когда я вознесен буду от Земли», сказал Господь, давая понять, какой смертью он умрет, всех привлеку к себе. Матерь Божия знала о грядущей судьбе Мессии и все-таки ответила ангелу, сказавшему ей «Радуйся, все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». из воспоминаний сестры Жак я видела все эскизы к несению креста. Они были прекрасны. Я думала, если бы только окончательный вариант был таким. Вот настал день, когда Матисс пригласил меня в студию. На полу лежали его остановки на крестном пути. У меня было такое чувство, что я получила удар в живот. Я уставилась на эти рисунки и думала, как я покажу это сестрам. Как я заставлю их это принять. Часовня уже сама по себе была для них огромной проблемой, а это они точно не смогут проглотить. Матисс в тот день лежал. Мы стали говорить на отвлеченные темы. Я чувствовал, что он нервничает. Наконец, не глядя на меня, он спросил, что я думаю о новой композиции. Ну, Мсье, вы сделали что-то совершенно отличающееся от Девы Марии и Святого Доминика, но, сестра Жак, это драма. И я знала, что он говорит искренне. Я слышал, как несколько раз он вскакивал ото сна и вскрикивал, Боже мой, как страдал Иисус. Тем не менее, я сказала, Мсье, я должна подумать. Меня смущала эта крайняя простота. Одни линии, больше ничего. Но потом я подумала, что может быть именно такая детская картина и сможет тронуть сердца. Я вернулась к нему через несколько дней и сказала, ладно, будем пробивать. И он ответил, давай. Монастырь был против. Прихожане были против. Приходили, ворчали, уходили. Даже некоторые священники. Люди не привыкли к таким современным часовням. И сестры меньше, чем кто другой. Но чем больше было трудностей, тем тверже мы становились. Брат Рейсигье в целом был на стороне Матисса. Но настоятельница так с ним спорила, что он хотел уже устраниться. Я сказала, если мы хотим, чтобы у нас была часовня, надо идти до конца. Из воспоминаний сестры Жака. Матисс, прося отчаявшегося архитектора остаться, сказал, я инвалид, даже если стараюсь изо всех сил это скрыть, без верного помощника я не справлюсь. Рейсигье и Кутюрье, который поработал еще и моделью для святого Доминика, отвечали в их команде за связи с общественностью и с Ватиканом. В конце концов они смогли победить. Я думаю, распятие всех примирило, говорила сестра Жак. Его приняли все. Я не слышала ни слова критики в адрес на престольного креста. И это удивительно, потому что распятие выполнено абсолютно в матисовском стиле. Алтарь он сделал из очень редкого камня, который напоминает хлеб. Подсвечники стилизовал под стебли анимонов. Дверь в исповедальню под виноградник. Она напоминает кающимся о том, что Господу все работники дороги и первого, и одиннадцатого часа. И, конечно, что он строго спросит свиноградарей, если они не будут приносить плодов достойных покаяния. Все до последнего винтика. Черепицу, стулья, вентиляцию, отопление. Он продумал так, чтобы в часовне играл свет. Он досконально изучил технологию производства цветного стекла. Разыскивал по всей Франции редкие пигменты. ждал, по его словам, как боксер, приготовившийся к борьбе и, наконец, на Рождество 1950 года получил долгожданный подарок. В капеллу привезли витражи. Они установлены. Их очарование необыкновенно. больше я ничего тебе не скажу у меня. Не хватает скромности. У меня странное чувство, что на 82-м году жизни передо мной открылись врата в неизвестное. Представь себе простого почтальона, который вдруг встретил сына, ставшего генералом. Анри Матис. Монсеньору Римону епископу Ницим. Ваше Преосвященство, я с искренним смирением передаю вам капеллу четок доминиканских монахинь Ванса. И приношу свои извинения за то, что из-за болезни не могу сделать этого лично. Работа над часовней потребовала от меня четырех лет исключительно кропотливого труда. И она итог всей моей сознательной жизни. При всех ее недостатках и недостоинствах я считаю ее лучшим своим произведением. И пусть будущее подтвердит мое мнение растущим интересам к этому памятнику. Надеюсь, ваше Преосвященство, что вы с вашим знанием людей и вашей мудростью сумеете оценить мои усилия. Итог жизни целиком посвященный поиску истины. Анри Матис. Июнь 1951. Уже через год после освещения капеллы монахини, прихожане так ее полюбили, что стали мужественно защищать ее ото всех, кто приезжал для того, чтобы поглумиться. Доброжелательным гостям на все их многочисленные вопросы о том, что же все-таки означает это несение креста, сестры твердо отвечали, это означает модерн, современное, это означает, что Господь и сегодня несет свой крест. Сестра Жак очень хотела, чтобы Матис был погребен в своей капелле, но он отказался. Тогда бы она стала памятником моему безмерному тщеславию. Матис был счастлив, по-настоящему счастлив. Особенно приятно он был взволнован, когда приходил на мессу. Он видел, что его капелла служит той цели, для которой он ее и задумывал. Она стала местом молитвы. А мне вскоре пришлось покинуть Ванс из-за сложных отношений с настоятельницей. Если бы я знала, как мало Матису осталось жить, я бы никогда не уехала. Из воспоминаний сестры Жак-Марии Буржуа. Матису 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 Субтитры создавал DimaTorzok